Советский кинематограф старался нас не просто развеселить или утешить, он стремился нас научить чему-нибудь полезному. Может быть, именно поэтому вождь всех пролетариев считал кино важнейшим из всех искусств на Земле. Фильм могли посмотреть десятки миллионов пролетариев, и не только в одной стране. Разве смог с кинематографом сравниться, например, театр или рисование, или даже музыка? А кинематограф нес в народные массы не только искусство, но и науку, да и вообще. Кинолента – это как лента конвейера. Что на нее нагрузишь, то она и повезет в массы. Вот возьмем для примера фильм «Операция И» и другие приключения Шурика. Кто такой Шурик? Обыкновенный советский студент, но он тоже многих из нас чему-то научил. Вот вспомните момент, где Шурик приходит к бабушке и напевает ей песенку «Я вам денежки принес за квартиру за январь», а бабушка, которая работает сторожем, ему и отвечает «Вот спасибо, хорошо, положите на комод». «Я вам денежки принес за квартиру за январь». «Вот спасибо, хорошо, что у вас произошло». «Я вам денежки принес за квартиру за январь». «Вот спасибо, хорошо, положите на комод». Этот важный фрагмент фильма открывает нам глаза на то, что оказывается, налоги в Советском Союзе можно было и не платить. Ведь бабушка не пробила выручку за квартиру за январь в своем кассовом аппарате. Да и на квартире у нее Шурик жил, скорее всего, нелегально. В этом месте фильма возникает и второй вопрос. А где Шурик брал черную наличку для оплаты нелегально снимаемой квартиры? Об этом он рассказывает милиционерам на камеру в отделении милиции. Оказывается, Шурик подрабатывает на стройке. На стройке работаете? Подрабатываю. Что значит подрабатываю? Учусь в политехническом. А подрабатывает – это значит, что он работает временно, вернее время от времени, когда не занят учебой в политехническом институте. В таких случаях студентов не оформляли на месте работы, то есть налоги с их заработной платы, уплаченные в бюджет государства, не были. Эти деньги брались с незаконных торговых операций на советской стройке. Продал машину цементного раствора налево. Вот и есть у тебя черная наличка для оплаты рабского студенческого труда. Если бы Шурику в институте платили стипендию, то он бы на стипендию и жил. А раз он был вынужден не только учиться, но и работать, то на стройке, то сторожем вместо бабушки, естественно, он пропускал занятия в институте и своего конспекта лекций не имел. Вот так он и познакомился с девушкой Лидой, у которой конспект лекций был, потому что Лида нигде не подрабатывала. Вот так Шурик и нарабатывал, кроме институтских знаний, еще и важный предпринимательский опыт ухода от налогов, которым и с нами щедро делился. В жизни всегда приходится выбирать, кого кормить. Или собственную семью, или бездонные закрома Родины, из которых потом кормятся все, кроме тех, кто туда вносит пассивную финансовую плату. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова